Что касается этого внесудебного взыскания, как Амамед Насарханович сказал, остается эта норма, но на принципе добровольности. То есть соглашение о залоге подписывается только после возникновения оснований для обращения взыскания на предмет залога в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств залогодателям перед залогодателем. Скажем так, на сегодняшний день кредитный портфель в риске, кредитный банковского сектора составляет порядка 90 миллиардов, из них меньше 10% в риске, то есть классифицирован кредитный портфель. Поэтому я бы очень хотел, чтобы цифры, которые произносились и выходили в эфир через СМИ, вот в данном случае, они были более корректными. 150 тысяч – это тоже кредитный портфель, люди, которые взяли кредит, это не значит, что 150 тысяч потеряют или под угрозой. Это нормальные заемщики, которые вовремя платят, есть определенная сложность, но банковский сектор идет постоянно навстречу. И вот в основном частный сектор, банка, заключает вот это вот соглашение. Соглашение ваше на сегодняшний день, на прошлое заседание, вы сказали, что без подписания этого соглашения вы не выдаете кредит. Вот, в таком случае вот граждане, которые обращаются в основном, да, кредитами, у нас они малограмотные. И они не знают о последствиях этого соглашения. И подписывая это соглашение, то есть они не знают о последствиях этого соглашения. Потом здесь вот говорилось по поводу оценки залоговой стоимости. Хотелось бы сказать, что гражданским кодексом предусматривается возврат разницы после реализации. То есть банки, они очень строго соблюдают действующее законодательство. И если имеет место разница после реализации залогового имущества, она обязательно возвращается заемщикам. Чтобы действительно был какой-то баланс интересов, а не так, что отменили внесудебное взыскание и все, на этом проблема решена. Нет, она не решена, она останется. Были внесены внесудебный порядок. Поэтому давайте все-таки основываться на тех законах, которые мы имеем на руках конкретно. Может быть, с 2005-го разговора и велись, может быть, и работали в этом направлении. Но вот именно в 2007 году, значит, 1 марта было внесено вот это вот изменение. Я хочу сказать, что в тот период, значит, было очень много внесено изменений в законы. Гражданско-процессуальный кодекс, гражданский кодекс. Что говорить, к примеру, о сроках исковой давности. Ведь если раньше суды, значит, рассматривали исковые заявления о продлении или восстановлении срока в судебном порядке, то в 2007 году уже был принят закон, что суд, значит, принимая исковое заявление, может сразу, вне слушания судебных рассмотрений, отказать в принятии искового заявления. Подстроено под выгоду определенных круг лиц, чтобы, ну, как бы, рейдинским захватом отнимать или имущество, может быть, или лишить людей, в принципе, судебной защиты. Вот когда мы закладываем движимое имущество, да, ну, грубо говоря, вот, она 9 или 10 месяцев хранится от этого хранения, заложено имущество, она не портится. И как только мы обращаемся с коня через судебный порядок, она вдруг испортится. Поэтому здесь, как бы, я согласен на предмет того, что жилье и остальную часть отделить, как бы, да, есть, как бы, здесь вот такой вот момент, но это вот, это дискуссионная площадка. Вот наша цель с вами, зачем мы здесь собрались, чтобы друг друга услышать, может, где-то мы переигнули, может, где-то не досмотрели. Поэтому вот эта и площадка дискуссионная есть, чтобы найти, как бы, общее понимание, да, и быть максимально объективным. А просто вот мы банки, вот не хотим вот уступить ничего, ну, проблема-то остается. Ну, хорошо, давайте оставим сегодня как есть. Давайте, все будет в несудебном порядке. Но проблему-то надо решать. А как ее решать-то? Тот, кто пытается в мутной воде что-то поймать, через ломбарды отрегулировать этот процесс, и через расставщиков. Может быть, мы подключимся к этому процессу? То есть, если так утверждать, то можно и дальше пойти. Значит, весь цивилизованный мир заложил рейдерский захват имущества. Это первое. Второе. Ни один банк не заинтересован получить вместо денег что-то имущество. Абсолютно. Я со всей ответственностью. Человек, который проработал почти 30 лет в банковской системе, ни один банк такой цель не преследует. Могли бы вот дать ни разу вашего письменного, как бы, видения, да, вот, ребята, есть проблема. Вот представители банка, вы просто как вот, наш вопрос, наши права ущемляются, а дальше хоть поток. Ну, проблема-то есть, давайте вместе решать. Предложение не поступило. Вот мы вынуждены так говорить. Поймите правильно, потому что официальных предложений нет. Согласен. Согласен, да? Да, согласен. А если вы дадите официальное предложение, мы будем в рамках регламента озвучить это на комитете и сказать, вот такое предложение поступило, что с этим делать? Отклонить? А может, депутат скажет, ребята, давайте вот это учтем. Это только в режиме второго чтения. Когда он уже проходит режим второго чтения, в режиме третьего чтения, мы никакие изменения, никакие предложения включить не можем. Только редакционного, либо технического. Поэтому у нас очень, мы не можем вам сказать, да, третьего, да, это. Вы постарайтесь хотя бы вот, ну, на этой неделе, наверное, да, нам внести, потому что у нас тоже есть определенные сроки рассмотрения. Но если вы пройдете, мы пройдем режим второго чтения, и вы до этого не внесете, мы потом никак не сможем их внести. Это только после принятия закона, после вступления в силу, и внесения и дополнения изменений в проект закон, только вот таким способом. Мы сказали, вот сейчас принимается закон, который будет поддерживать, кто получает кредит. И ваше жилье будет защищено вот этим законом. А люди говорят, а когда это будет приниматься? Я говорю, вот завтра будет заседание. Это положено, говорят, скоро, надо быстрее это делать. А когда забирали дома без суда, человек пишет, в суды обращаются, к нам обращаются в гражданское общество, помогите защитить наше жилье. Банк имеет свои принципы защиты. Мы гражданское общество, мы тоже хотим защитить наших граждан. Самое время принять этот закон. В основном получается, если у банков, из них 90% у них это хорошие, да, вот кредиты, да. Кредиты, и в основном люди уезжают в Россию или еще куда-нибудь, чтобы выплачивать вот эти, в основном, кредиты. 25 банков в Кыргызстане. При этом ни один из 20 банков, давайте, кредитных учреждений банков, ни один из этих банков не выдает кредиты, пока не будет подписан договор о внесудебном изъятии ему. А те граждане, заемщики, которые будут добросовестные, ну возникла ситуация, он не может, он точно так же сам добровольно подпишет с банком и передаст имущество. Эта норма не исключается из норм закона? Для нас самое главное, чтобы никто не пострадал. Наши граждане, граждане Кыргызстана не пострадали ни рейдерства, ни от коррупции. Поэтому мы сегодня собрались, да. Прежде всего, вот Алмабет Насарханович, как уже сказал, есть нехорошие кредитные, которые вот в аулах Айлдарда выдают кредиты, ломбарды, которые по третий, по 40%. От этого, в первую очередь они страдают от своей финансовой безграмотности. И они получают 30-40% заложили свои единственные дома или какие-то имущества. Вот банки же говорили, чтобы не забыть, да. Даже не единственные дома, единственные дома, да, законодательством уже защищены. Кошары, сарай, какие-то производства, иные объекты. И они от этого страдают. У них забирают банки. Были случаи, да, может. Я вот тоже, оказывается, не знал, хоть я сам депутат, что единственная недвижимость, что банки не имеют права без этого, я даже не знал. Поэтому это что хорошо, что мы защитили наших граждан единственное имущество, которое банки не имеют права забрать, да. То, что мы должны, наши граждане получили деньги от банков, они должны вернуть, это обязательно. Это так и должно быть. Мы ни в коем случае не должны страдать наши граждане, и в тот же момент мы не должны сломать нашу, который на ногах стал, банковской системой. И вот, как уже нам сказали, да, до второго чтения, мы во втором чтении можем изменить еще какие-то моменты. Дайте быстрее ваше предложение. А после второго чтения это уже невозможно. Вам всем спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Называется группа отдела рисков, да? Поэтому, наверное, и у нас банки будут теперь создавать. Вот давайте вот, уважаемые банки, возьмем село Джумлан. Гражданин, чтобы получить кредит, ни один из нормальных, серьезных банков не получит, даже не оформит его залог. Зачем? Даже в несудебном порядке не возьмем. Его будут ломбарды и частные другие финансовые структуры. Оценят на 30% дешевле, и он не возвращает его, просто забирают отъем. В несудебный порядок. Там все договора идут, нотариус оформляют и выгоняют. Вот мы от чего хотим защитить. Как я уже в начале выступления говорил, эта угроза серьезным банкам он не даст. Есть свои структуры, есть... И кроме того, это сохранит расстатительство тех ломбардов и структур, иных банковских, как бы кредитных учреждений. А мы же не можем в этом законе исключить какие-то банки. Тогда законе надо просто перечень давать, этот закон не распространяется на АКБ, Кыргызстан, Демирбанк. Мы же не можем делить, поэтому закон должен распространяться на всех.